Мы приехали по адресу проживания должника Гиденко Сергея Владимировича. Но сам должник нигде сейчас не работает, то есть помощи не оказывает, деньги не перечисляет. Был уже в предупрежденном угловом ответственности за злостное выполнение плат алиментов. Как-то не подействовало. Сейчас мы повторно ему вручим предупреждение об угловной ответственности. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет присутствующих, здоровья Николаевича. У нее Сергеевича? Да. А бабушка где? Ее нет в поликлинике. Отец устроился на работу? Отец вроде бы не устроился. То есть ты один в стажах нет такого? Отец, деньги мне в этом месяце не помогает? Давал или нет? Я не знаю. Не знаю. Бабушка как-нибудь болела. А когда будет? Не сказал. Нет, не знаю. Бывает так, что из этого пытается вот этот тест не спрашивать. Здравствуйте. 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 Телефон-то не надо у меня арестовывать. Я вам его оставлю на ответственность на хранение. У вас есть телефон? Подожди, ну как я без телефона? Я вам оставлю на ответственность на хранение. Значит я вам учают предупреждение? Об угловом ответственности. Звездовский уклонник платный средств в стране детей. Дата, проспись, расшифровка. По поводу алименщиков. Мы одно из немногих предприятий в городе Владивостоке и Привостоке, которое работает по белым схемам. То есть у нас нет черновой заработной платы вообще. И в частности. Поэтому те люди, которые на сегодняшний день не выполняют свой гражданский торг в отношении элементов, они выполняют конкретно порядки, а нечестно с вашей помощью. Мы все удерживаем. Да, да, да. А на прокурор позвонит. Спрашиваю, как с алиментами? Ну, никак. А где работаете? Да, вот на рынке работаю. А когда будете платить? Официально? Неофициально. И так далее. В общем, проблема. Я даже не представляю, как даже ставить себя на место пристава, как решить эту проблему. Ну, вот есть еще проблема, когда ацетунами родственники. А, это да. А там проблема возникает уже с родственниками. То есть мы все устанавливаем, что не оплачивают алименты, а начинаем брать заявление от увлечения, а там родственники. Они говорят, ну не надо. Мы сами будем платить. Мы, да, и бывают сами платят. Бывают, как бы, первоначальник, когда вы предупреждаешь, что вы балловно дожит ответственности. Там уже все проживают. В общем, что-то, как с ним бабушка, дождик, да, и ребенок. Бабушка, вот, ты пасекой, не работает, не обедает, на пенсию живем. Устройте на работу. Он говорит, хорошо, не вопрос. Начинаем поделить работу. Говорим, все, давайте, пишите. Мы сейчас его осудят, его суд. Теперь ввечет его к ответственности. Назначат, что он будет на работу. Нет, не надо, я, кстати, ничего не буду. Да, он мне помогал, начинает сочинять.